О, беспощадный враг! Неумолимый преследователь Неотступней денег, Крадущийся за мною по пятам И населивший грудь мою и мозг Неистовством, терзанием и страхом Клубком ужасным Ядовитых смесь! О, добрый верный старец! Вы один не еще должны быть любите меня! Но как вы здесь, когда мне говорили, Что вы на попечении грудью Не в состоянии двигаться опасно Ушибленным конем! Я и на вас навлек несчастье! Крюк мой! Я смиренно прощу прощения! Прощения у меня? У вашего слуги, у джудокинского сердца! Правда, я был в руках у хирурга, И он мне вправил вот эту руку, Которая оказалась вылигнутой, И приложил белковую привочку в голове, Которая оказалась слегка пробитой, И намазал мазью все тело, Которое было сплошь в кровоподтеках, Я не мог отдышать, не мог удаливаться, Но слова, слова, сыночек мой, Они сильнее всех пластырей на свете! Ослышать каждую минуту! Во дворце раздор между братьями! Король в гневе! Принц оскорбил его на столодок! Король угрожал жизни принца! Такие лекарства хуже самой болезни, Но они подняли меня с постели, Дали сил несчастному калеке Прийти услышать из ваших уст Причину всей этой смуты, И подать вам искренний дружеский совет! Как трогателен бедный старичок! Да, дирал мой, все, что вам рассказывали, Правда, только плакать об этом должен я, А не другие! Членара, сыночек мой дорогой, Сердце мое дорогое, Скажите мне, Все, чем вызваны все эти ваши неожиданные поступки, Все эти обиды, все эти оскорбления, Которые вы навесли вашему брату, Вашему брату, столь безраздельно любимому, Если у вас лежит что-нибудь на душе, Если вы чем-то обижены, Скажите мне, Если вы окажетесь правы, Я первый подскажу вам способ, Как добиться удовлетворения, Но способ достойный, Резать сокола в чужих руках, Или резать ноги коню, Когда другой на него садится, Это, извините, у нас в Джуде, Где назвали вы потностью, Местью живодера, А не пылица, как вы! Ты, адмирал мой, Все, что вам рассказывали, Правда, только плакать об этом должен я, А не другие! Ты, адмирал, Я знаю, что мои тяжелые доли Не северо-земные! Вот, Застыла кровь! О, дорогой вы, Перестаньте речать, как орал! Расскажите мне все, И положим конец этому! Это и раз! Дайте мне руку! Дайте руку! Сейчас мы вместе пойдем в храм, И там посреди всего народа, Собравшегося на свадьбу, Объявите своего братца, Покажите себя веселым! Так значит, брат в охране И свадебный обрядочек начался! Батюшки мои, что я слышу? Или вам, может быть, Не подуши эта свадьба? Вы, быть может, Неравнодушны, кады! А ведь и правда, Почему бы и нет? Вы молоды, Иной раз не убережешься! Почему вам не сказать мне это, Когда вы были на галере? Я бы повернул нос В обратную сторону, Ими поплыли, Ну, почем, я знаю, Ну, хотя бы, Ну, чердет! Мне страшно слово вымолвить, Все время кажется, Что придано и на ранга, Что тело начинает поведеть! Я должен думать о спасении брата, И ни о чем другом от разговоров, И я должен уклоняться! Адмирал мой! Я знаю, что в моей тяжелой доле У меня все враждены, И всех людей, Лишь вы один меня не разлюбили! Я вам клянусь, Я клянусь богам, Что у меня мой брат Дороже самой жизни! Да! Что я армирическую мою невестку! Что я не мог не сделать то, Что сделал! Что? Вот все, что я скажу вам В честь мою И славу и невинности Обверяю вам одному И покидаю вас! Стойте! Я хочу предстоять! Останьте здесь! Я приказал! Прощайте! Останусь! Я слуга! Должен пориноваться! О! Что это за загадка! Я вам клянусь, И я клянусь богам, Что мне мой брат Дороже самой жизни! Что я в армирическую мою невестку, Что я не мог не сделать то, Что сделал! Разгадать кто может, Я ничего не понимаю, Не знаю! Наручаются и кровью, Какая есть у меня в жилах! Он сказал брак! Я знаю этого мальчика, И я его вырастил! Он в младенчество был! Сама искренность! Он никогда не был способен солгать! Если ему случалось Разбить чашку, Стащить яблоко, Ну или Намочить на пол, Он никогда не был способен Оправдаться выдругой, Что это было Служанка, Оточка, Пес, Боже, сохрани! Он всегда прямо так и говорил, Это я! Это я прошу прощения, Больше не буду! И так с того момента, Когда он сказал первое слово, И по сей день, Когда ему уже 20 лет, Он никогда не был способен Сказать неправду! Я знаю, Знаю, Каких дерзаний Стоило ему пожить Из обманного принцессы, Но дело шло О жизни его брата, И надо было так поступить! Он не писал! Внушите мне, Как бед, Защитить, Невинно не доказать, Которую я не сила, Но которая, Несомненно! Народ! Народ! Женаро! О, Адмирал! Вы, Виталий, Где принц Женаро? А почему вы меня Об этом спрашиваете? Потому что должен Исполнить поручение короля! Беда! А какое у вас Поручение? Дорогой, Синьёва, Леандро! Виталий, Не Виталий! Виталий! Ой, Дорогой! Не уйдите сюда! Фух! Адмирал! Должно быть И венец Какой-то решительный Приказ! И жестокий! Адмирал, вы не видели Женаро? Как же видало, а на что он? А куда он пошел? Скажите скорее у меня, приказание от самого короля. Да, дорогой сеньор Бригелло, если вы не любите, то вы мне скажете, в чем состоит в вашем отказании. Мне это не трудно, могу сказать теперь же. Король желает, чтобы Гриза медленно арестовали, отвези на остров плач и нам затащи. На остров плач? Король против родного брата? Близ такого достойного, усатого брата? Да, бедный, невинный, твои красоты. Невинный? Он залезав соколом его в руках, убил под ним коня, и вы должны это помнить, у вас по этому случаю в головах. Это ничего не значит! Никто не знает, почему он так поступил, но я-то знаю! Я о ней не знаю, но только знаю, что он невинен. А если после всех этих дерзостей, как он застал его на коленях перед принцессой, поцелующей мне руки, ласкающей мне, говорящим, спуст слезы, Жизнь моя, о радость моя, не выходите замуж до моего брата, если не хотите, чтобы я умер. Эй, я расчет, у вас уже невинность. Что? Побери, это уже не шутки! Да, да, я здесь. Ну, вам не проникнуть во все эти тайны! Тайны! Тут нужны объяснения, но порой задают еще больше подозрений, невидимых среди присутствующих покраски. И правильно дело, человек поскорее избавится от такого братца, который может учить еще большее злодейцев, заведующего в собственной кровати вместе с супругой. Весь двор смущен, народ ладуется, и это такой младший цвет, которому необходимо стрелять в голову. А я нахожусь, что вы, министр предатель, твоей жарной души, которая только и делает, что потворствует королевским страстям вред собственного благополучия, и не думая о том, что возникает гибельная распро между двумя братьями, так любившими друг друга, радуется этому, чтобы самому выклинуться. Несмотря на все тежести, которые у меня тут договорили, дорогой от берега, вы меня доводите на слезы. Я обязательно знаю любовь, о котором мы стыдно идти по виницу. Виноват не я, виноват он! И королевское проявление должно быть исполнено! Да, это верно. Королю мы должны повиноваться. Только я один из всех придворных, хоть и верных чудакинец, постарался бы умягчить душу своего короля. А если бы он упорствовал своей вражде к брату, я бы отказался от должности, лишился бы положения, дал бы надеть себе оковы на ноги, чем являться к мальчику вестников такого несчастья, такого бедствия. У нас мятный, дорогой адмирал, люди, воспитанные так, как у вас в джудеке, там в граждане хранение выполняется быстро, и без такого деления. Ну что ж, исполняйте их, а я родом из джудеки, изволительный гипс, ударь мой! И еще покажу вам, как бросают богат свою ночь, для того, чтобы остаться счастливыми дядями, которые уйдут на дороге жизни. Кусты, колючки, корни и каменья, подземного заброшенного хода мой шаг могли замедлить в темноте, но не прервать. Мне слишком дорога жизнь моего возлюбленного брата, хоть и враждебного. Других дверей, которыми дракон проникнуть мог бы по почивальню брата, нет, и здесь расстанусь с жизнью. Пусть докажет смерть мою невинность, если я не властен поведать правду словом уст моих. Но что там блещет? Что за сурадный зной тиснет мне грудь и отравляет воздух? Наверно, это близится создание свирепого чудовища. Вот, вот оно ползет сюда, как среди армии. О, шуткий вид! Следующее небо защита угнетенных укрепи отвагой этот меч. И эту руку, и это сердце верное тебе. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Быть может, смерть моя? Брат, брат, поверь, я для того пришел, я для твоей. Как я скажу, безжалостные звезды. Эй, слуги, где вы слуги? Сюда! Мы здесь, кучу луга, пасы, выделись! Мы здесь, мы здесь! Фу, ты че, че я здесь? О, не было! Не родивай министры! Дурные слуги, так-то вы храните жизнь вашего монарха. Вы забыли мою тревогу, в ближнее покое вы нарушая мой прямой приказ. Пускайте предателей и злодеев, которые мечом ловают двери, чтобы в объятиях сна зарезать брата, а безоружить принца. Государь, мы смущены, и мы понять не можем, как он вошел. Они не виноваты. Я в этот зал, враник подземным ходом, давно забытым, следуя внушению моей любви, пронзившую душу мне. Брат, брат, я пришел из-за любви к тебе. Из-за любви к тебе я вынул меч, я дверь разбил, из-за любви к тебе. Ты ищешь оправдание негодяй, ты о какой любви забудешь речь? Не спрашивай. Меня отвела любовь. Я знаю, что любовь. Но что я жду? Не слушай бессмысленные речи преступника, который растерялся. Обезоружить, заточить в темницу, и пусть мои советники решат. Достой мне он жить. Неблагодарный. Вот вам мой меч, и вот вам жизнь моя. Торжествуй бежал остный народ. Ну да, ну да, будет с тебя довольно принесенной жертвой. Принц, как могли вы довести себя до этого злодея? Я не желаю слушать, замолчать. Что ж, вы, министры, так исполняете волю короля. Ну что ж, исполним. Что значит этот шум, моя принцесса и общее смятение? Почему по всем углам дворца пилаю в свете и факелы, и полночь озарилась, как светлые дыры. Там вами будет ранее. Снова его двери, и старейшов, потом друг другу передают какие-то приказы. И вступил шнурный голос. Что случилось? Женеру здесь укрившись, дверь взломал, и в чеваль, и не хотел ничего, убить милому моего супруга. Убить его в объятиях моих. Он заточил в тюрьму. И смерть, и кровь тебе езжу. Он не факт, и радостно. Что я смыщу? Дейте ваш супруг! Я видела его, простверебежь. Он на меня взглянул, вздохнул, заплакал, горчил и слезами ушел. И заперся в одну из этих луков. Моя принцесса, дочи моя, мило, ты жим отсюда. Строемся в пещерах высоких гор, я вижу. Час настал. Сбывается все то, что до сих пор от вас таила я. Что от меня таило? Скажи, разби мне сетка. Я вам скажу. Когда вы родились, Наранда ваш отец созвал волхвов, чтоб расспросить их о судьбе неващей. Волхвы тебе предсказали, что однажды вы будете похищены. И это родит ростой, бедствия и смерть. Вот почему в таком суровом заточении родители вас держал. А что за боль за судьбой и звездом должен покориться людской рассудок. И в конце концов пророчество сбилось. Бежим, Армила, пока мне полностью сбилось. Чтобы я бежал, покинула любимого супруга. Нет, я бежать не стал. Но, может быть, мы присутствуем и поможем. И, наконец, тевчайшие страдания врачу смерть. Я не боюсь ее. Дитя слепое, бедное дитя. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Глухие камни, темные подвалы, суровые решетки Только вам, и только вам, бесчувственные цепи Поведать может бедный принт Джуноаро О том, как должен умереть он потому Что спас глаза и жизнь родному брату Поведать людям правду о себе я не могу Иначе в хладный камень я превращусь Бывал ли кто на свете несчастный? Я умру, но ты, Нарандро, ты безжалостный Который, наверное, где-нибудь вблизи незрима Присутствуешь и видишь скорбь мою Скажи мне, прекрати ли смерть моя По крайней мере, злополучья брата Жестокого со мной, но по неволе жестокого И по твоей вине Умри, охотник похищать, красавец Умри, склемон предателя, калку А хочешь объяви свою невинность И превращайся в старый Но только умрешь ли ты И превратишься в мрам Ты не узнаешь, что случится с братом А что с Армилой, дочерью моей Моей любимой дочери Так хочет судьба Так я хочу Нарандро, он, Нарандро, повелитель, послушай Нет, я тебя не стану слушать Вперед на ухо Похищать дели Нарандро, сыночек мой дорогой Деревце, мое дорогое Я вас не спрашиваю о причинах всех ваших злодеяний Я вас не мучаю и не упрекаю У нас совсем нет времени Королевский парламент заседает И речь идет только о том, каким способом вас казнить Но казнь уже предрешена Господи, от одного этого слова я умираю от горя На все деньги, какие были у меня на этом свете Я подкупил стражу Я приготовил 12 весельную филуку без винности чаши Бежать? Я вам сердечно благодарен Единственным и друг моим введенным Мне бежать нельзя Такой побег служил бы доказательством вины А я невинен и умру невинным Дорогой мой, сейчас не время говорить о невинности Это было безумие, это было все, что угодно Вы считаете меня виновным? Пусть вы не видели, пусть вы все, что угодно И думаю, что польза в этом Сейчас только побед позволит нам оттянуть время Дать делу новый оборот Вернуть у себя расположение обратно А приговор, объявляющий вас предателем и протаубийцей И позорная смерть на плохие руки валача Вот что сразу же сделает вас преступником Во мне не всех людей Вот что будет необратимо И покроет вашу память Вечный позор Да, старый друг, вы говорите правду Смерть утвердит за мной мою вину Бесчестие мою покроет память Ну и бежав, я остаюсь преступным Не умереть нельзя мне не бежать Одно осталось средство Скорей Скорей сообщите, что это за средство Кроме побега, который я вам предлагаю Да, старый друг, одно осталось средство Чтоб не бежать, не умереть бесславно Чтоб невинность доказать свою долю Ну, сыночек мой, дорогой Если есть такое средство Примените его сейчас же Потому что смерть у вас уже над головой Мне кажется, я уже слышу Да, старый друг Вот это средство Вступайте к брату моему Милону И передайте, что в предсмертный час С ним хочет побеседовать Дженар Что если вспомнит все мои дела Он хоть одно из них найдет достойную признательности Пусть он мне позволит поговорить с ним У порога смерти Тогда и вы не станете меня склонять по первой силе Тогда я не умру бесславно И вам будет отрадно убедать меня Невинно Вы не шутите? Я правду говорю Пусть брат придет, поверьте Он останется домой Сыночек мой Мне кажется, я оживаю Я поцелую вас Я побегу Я упаду перед королем на колени Буду рыдать, буду умолять Крылой будет счастье Забуду вас еще разочек Я лечу Пресчастный старец Сколько горьких слез пройдут твои глаза Прости Видит небо ваше высочество С какой скорби С какими душевными терзаниями Я к вам являю У меня дрожит голос Я не знаю, как мне начать говорить Но я минист Да-да, конечно Я все это вижу Меня приговорили к смерти Так ведь? С вашего разрешения Вот тут у меня бумага Я не знаю, хватит ли у меня духу ее прочесть Но вы и так все поймете Парламент королевства Рассмотрев деяния Дженаро Особливо ночное Потаенное С оружием И почитая покушение гнусным Бесспорным Явным противоособой его величества Признал Дженаро Парин в смерть И перед всем народом Да будет обезглавлен И умрет И приговор Подписан королем Вот, извольте видеть Милон Король Даже подброс Весчеловечный брат Простите меня ради Бога, стража, поручаю вам принца, чтобы через час приговор был приведён к исполнению, а я ухожу, потому что не в силах всё это выдержать. Счастливо оставаться в вашем исполнении. Сомнений нет, и я вынужден к чудовищному шагу. Я поспешил уважить вашу просьбу и просьбу адмирала, и пришёл. Или, вернее, меня к тому склонили настойчивое уверение старца, что я из ваших уст узнаю правду вашей невиновности, Джинара. Я жаждал бы узнать, что вы невинны, но у меня такой надежды нет. Злодейства ваши слишком очевидны, их оправдать нельзя ничем. Но пусть. Я выслушаю вас. Я не жесток. Я пожалел, что я не слепо увидел ваш почерк, брат мой. Ваше имя к смерти меня приговорившее. Парламент. Преступность ваших действий и законы. Общественное благо. Я пришёл не обвинять, а дать вам оправдаться. Я выслушаю вас. Я не жесток. Брат. Вспомните, как с самых первых лет невинного владенчества любовь так связывала нас, что ни мгновения не мог один остаться без другого. Я думаю, вам память и согласие радость наших отроческих игр. Ни залисти ребячей, ни размолок между нами не бывало никогда. Вы помните, как все свои подарки и всё, что было наше, мы делили с весёлой шуткой. С братским поцелуемой друг без друга радости ни в чём не видели. Ну что я предаюсь воспоминаниям о любви взаимной? Брат, я прошу вас от начала жизни до наших зрелых лет хотя б один такой, не назовите мой поступок, который не был бы внушён любовью. Припомните, как и мне с той поры, когда пронзён был ворон, подвергался опасностям, лишениям и трудам. Я ради вас отважился похитить Армилу, роковое похищение. Но вам оно вернуло жизнь, а вы способны были счесть меня виновным в злоумышлениях против вас. Меня, мой бессердечный, присудили в смерти. Вас присуждают к смерти преступления, содеянные вами. Я пришёл не для того, чтобы слушать оправдание искусного витиния. Я пришёл найти невинность. Или докажите невинность вашу, или я уйду. Брат, я тебе клянусь, что твой Дженаро невинен, что ты к смерти присудил невинного. Молю тебя, не требуй, чтоб я доказывал свою невинность. Рыдание осуждённого издохи не доказательства! Вкушай, иди. Раскай мне своё беспополучие. Остановись! Ты хочешь доказательств! Ты их получишь! Что ж, послушаем невинность. Послушаем, что говорит Арапу. Армилу, Армилу я похитил у отца из-за любви к тебе. Приобретая коня и сокола, хотел тебя я порадовать подарком. А потом убил коня, и сокола убил. И умолял Армилу не вступать с тобою в врат. И вот что послужило тому причину. Я лежал один мир на дыханах. Вдруг пара голубей на ветве опустилась подо мною. И я услышал странные угрозы, отреклищие птички. Затем Наранда, отец Армилы передо мной возник. И подсветил слова этих голубей. Вот их слова. Вот приговор Наранда. Дженаро злопоручник, погибший навсегда. В тот миг Армилу он сокола вручит. Милона этот сокол мгновенно осветит. А если не вручит он, или выйдет слез из тайна. Поступком или словом. Нарочно и случайно. Какой-то этот случай не умолим закон. Холодный мертвый мрамор. Он будет превращен. Я должен был вручить у тебя. И должен был убить, чтобы твои глаза спасти. И должен был молчать, чтобы остаться жить, храня тебя же. Грики Божия! Я чувствую, как превращаюсь в мрамор. Что вижу я. Брат! 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 Старалист! Брат! 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 Здравствуйте, министры, слуги, брат мой был невинен, предатель я, и я повинен в смерти. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Сын мой, образ невинности, пример всех добродетелей, мне до сих пор звучат в ушах последние ваши слова. Пойдите к брату, пусть он мне позволит поговорить с ним у порога смерть. Тогда и вы не станете склонять меня к побегу из тюрьмы. И тогда я не умру бесславно, и вам будет отрадно убедать меня невинным. За кровище мое, драгоценное, ведь это я стал причиной вашего злополучия. Не потому, я прошу вас прощения. Не знаю, как вы, а я тоже очень любил принца. И я любил, мы все его любили. Ай, Горя, ты какой любил? Тише, 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 вы ж министры. Мы все тут министры. А в трудное для страны время министры должны не слезы проливать. А что? Искать выход. Правильно, надо делать ноги. Кто за, поднимите руки. Эти слезы говорят вам о моем сердце. Я бы хотел показать вам свою душу, чтобы вы могли увидеть, с какой радостью я променял бы свою жизнь на ваше положение. Хотя эти, я сделал бы вас еще несчастнее, чем сейчас, потому что во всем мире нет жизни более горестой, чем жизнь этого старинка. Но можем ли мы его так просто взять и покинуть нашу родину? Трудный для нее час. Правильно. Конечно, не может. После стольких лет незапрещенной службы мы не можем отсюда нечистосты верно. Правильно. Нужно с тобой что-то прихватить. На память. Как лекарство. От ностальгии. А что? Прихватить. Берем. Что сможешь внести, ты и прихватил. Вот мне, например, за прошлый хватал времени дали. Почему? Так что? Заработать мне? У меня больше нет сил взирать, ваших. Изменял мне опыт. Я не могу на это смотреть. Сейчас пойду в самый теплый облако и дро дворца. Плакать в одиночестве. Не дожидаться смерти, которая чувствует жертва близка. Плакать в одиночестве. 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 Средь горьких вздохов и кровавых слез Мой дух навечно отлетит Брат милый, невинный брат мой Кто тебя похитил? Кто отнял у меня? Я, предатель Я тот злодей, который жизнь вдвоем Пресек так рада Мне прощения нет Но ты мой брат прости меня, прости И на общение ты желать не мог бы Такой ты жребец в общем смерть моя И смерть прийму я здесь у ног твоих Моя наступит смерть Когда я на землю паду, чтобы не встать У ног твоих мне выруют могилу И над ней ты вознесешься гордым извоянием Пусть высекут на гробовой плите Твои заслуги мою неправду И все то зло, что совершил на ранда безжалостной Безжалостная судьба Я лишь орудие судьбы Кто ты? На ранга Всемогущий властелец Жизнь у меня возьми на воскресенье дженара Встань Того, что невозможно Желать нельзя Освободить дженара из мрамора Одно лишь может средство Вот это средство Должна армилла Заколотая быть над извоянием Лишь кровь армиллы Оращая мрамор Дженара сможет воскресить И если ты это средство Применить решишься То примени Другого средства нет Вастухи Вастухи, дочь твоей злодеи Мою жену, боже, что я слышал Беги Беги, армилла Ты живешь в обители и типа Даже в кучке Среди мучений ад Невый муж С тобой я не рассталась Я пришла подать тебе совет У жилы женский нет вертолетия Какой совет? Отправимся с тобой на корабле и скотину Отправимся в Даманск Склонив колени, будет у Наранда Просить прощения, сострадания Слезы и горами их будут так горючие Что сердце ему смягчится Он вернет несчастному женату Прежнюю он У нас прости Благослови бы нашу врагу Мы в мире живем Не говори мне о мире, драгоценная жена Ты это нежная вещь и только хуже Мне ранешь сердце О, моя Армила, нет больше мира Мне теперь остались отчаяния, ярости, рыдаки и смерть Узнай, что я никому назад Здесь был Наранда Я к ним взывал, но он меня не слушал Беспощадный брат И ко мне, к тебе самому По что он говорил? Здесь был Наранда Ах, если бы я знала Ну скажи, ты не просил, чтобы он открыл нам средство И спасти жена Я просил, не спрашивай об этом средстве Нет, я знать хочу, что мой отец ответил Не спрашивай! Ты должен мне сказать Жена, к чему меня ты принуждаешь? Зачем ты хочешь это знать? Врат, милый, невинный брат, погибший навсегда Я знать хочу Но это бесполезно Такое средство применить нельзя Нет, нет, скажи Я этого хочу Так, уже снись, Армила Что воин Наранда Ответил на мольбы Должна, Армила Заколотую быть над изваянием Лишь кровь Армилы Оращаем раму Жена вам может воскресить И если ты это средство применить И решишь, что это применить Иного средства нет Сказал и скрылся Пламенем и серым и наполнил жиром Вот, Армила Суди сама, возможно ли это средство И что мне в яростном моем бессилии Осталось, как не растерзать тебя Ну где я Что слышу Какой моргодовушка костей мне скопал Какой холодный полк О, где на свете Есть женщина несчастный меня Рожденный лишь до тем Чтоб жить в темнице Или чтоб вызвать столько злополучий Что для людей я становлюсь ужасной и ненавистной Да, судьба, я слышу Я знаю, что ты хочешь и что хочет Мой мстительный отец Мой злой отец Но ей ты хочешь смерти Вот она Жена, ручистый серд Справедлива Чтоб кровь на тебя мыла Вывов из этой страшной мурамодной тюрьмы Да и нельзя Чтоб меньшую цену Был брат у возвращен Столь редкий в мире столь славный брат Тебе я посвящаю себя И кровь мою Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» О, принцесса! Боже, умирает Ведь, а родное Кто Тебя премудрил Обить себя Что вижу я? Армила! То мой отец хотел, чтоб я убасла Чтоб меня воинного следствия спасти Нет Нет Нет, Армила, нет Ты и не умрешь Мой отец Мой отец Мой отец Мой отец Армила А я чувствую как летать нам душа Милону передали супругу Милому привет, прощам И если бы ты встретился с нарадой, скажи, скажи, что я его желаю Чудо Ты спроси Мой отец Наш Мой отец О Свет О небо О злодейна Рандар Я слышал ваши крики Брат Динара Брат, это я убил Армена. 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 А похищение не могло не вызвать ужасных зол для вас и для меня. Брат, это я убил Армена. 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 Субтитры сделал DimaTorzok